приветствую я на побережье черного моря батуми до времени сейчас 9 утра нахожусь я на пляже возле спасательной станции около меня разные бары дискотеки сейчас слышу музыка даже где-то играют шумно наверное после ночи еще не останавливались отдыхать вчера был проливной дождь слишком такая погода была испорченная сегодня на море шторм никто не купаются но люди загорает подойдем посмотрим как обычно собакевич и сюда я приехал на маршрутке с тбилиси 10 часов поездка у меня заняла очень было сложно смотрите народу то вообще мало волны доходят докуда ложись просто я такие волны здесь батуми наблюдал в прошлом году когда я здесь отдыхал меня затянуло зимой суда в январе феврале месяце да я наблюдал такую же погоду с такими же волнами не покупаешься но смотрю смельчаки туда он даже заходят до камни огромные вот такие это вам не мальдивы это не филиппины где я кальфовал на песочке это блин батуми у грузина свое занятие ему надо сейчас подготовить лежаки и зонтики ну короче всякую шуру люблю чтоб бабки заработать каждому свое так сказать так не свое каждому сам город я наверное немножко сниму да в принципе чё там снимать обычные грузинские дома новые небоскребы здесь где-то мариотт отель уже достраивает вот кстати вот он когда я здесь был в том году его уже почти заканчивали сейчас я смотрю уже практически закончили там нижнюю часть осталось доделать входную и все и уже запустят продажу я иду и думаю сейчас если я в грузии останутся на месяц еще то есть сейчас август уже начнется в среднем здесь койко место мне обходится 9 долларов 9 долларов в день нормальная койко место нашел в хостеле это и того где-то 300 ну можно даже выдаются 270 250 долларов это самый дешевый вариант если снять чисто отдельную комнату минимум 700 долларов будет стоить ну за 600 можно найти одного человека либо отправиться уже через день через можно и завтра отправиться уже в турцию через сарпи через по дороге короче границу проехать до трапзона на автобусе потом с трапзона можно отправиться дальше на разных автобусах по турции по северу проехаться спуститься вниз на побережье фитхии каш затронуть где не был кстати можно такой вариант выбрать сейчас у меня один день подумать и решится пробыв здесь почти уже третий день я ничего не удивляюсь вижу что сюда люди как приезжали будут приезжать и приезжают сейчас за отдыхом души и тела за развратом за похотью короче кому что хочется вкладывать деньги проигрываю деньги тратят их гуляют понтуются чё только что только не хотят тут и не делают вместо сборки солянки короче здесь разные национальности славянской до индо и индоафриканских национальности разных цвет кожи поэтому вечером пройтись по этой набережной да вот эта набережная лица очень длинная можно встретить кого хочешь да я один раз здесь прогулялся вечером встретил закат было по приколу чтобы здесь жить нужно не знаю надо и бить такую любовь к этому городу они стране да потому что грузия та большая проехался уже побывал тбилиси и на козбеге поэтому знаю прекрасно что сейчас билиси делать нечего там жарко на козбеге очень холодно и скучно что делать в батуми в батуми нужно приезжать с баблом баблом чтобы здесь их тратить просто так без денег тоже тут делать не хрен поэтому еще пару дней и я чухаю скорее всего касаемо недвижимости да я бы если у меня были бы средства например но минимум 100 тысяч долларов я бы наверное прикупил бы себе какую-нибудь квартиру здесь или ворби сити например для чего да просто для пассивного дохода что в дальнейшем его сдавать например особенно в сезон получать пассивный доход для того чтобы жить здесь нет 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 спасите я лучше конечно же лучше буду где-нибудь на островах или в горах жить по крайней мере где-нибудь с ванете или на козбегах для чего ну да проектом спокойнее чуть здесь сделать здесь вне сезон просто не что что жопа блин да лучше быть на родине у себя в снегах там кататься на лыжах а здесь делать нечего здесь просто проливные дожди начиная с ноября месяца заканчивая думая месяца поэтому тут скучно тоскливо муторно жрать бухать играть в казино трахать каких-нибудь проституток не увольте не хочу этого делать смотрю здесь афиша приезжают разные здесь исполнители даже видел такие как ляпис рубецкой агата кристи макаревич сюда даже видел приезжает или приезжал смотрю на людей то разного поколения вот смотрю здесь пенсионером наверно было бы хорошо но еще раз говорю сюда только на месяц просто вот в август месяц это самый нормальный здесь месяц здесь не жарко и не холодно иногда дожди чтобы можно было остыть иногда просто вот такие вот сейчас солнечные дни ну волны смотрите да какие за купанием я сюда не приехал купаться есть здесь не очень хочу я покупался прошлом году в черном море мне не не зашло знать почему медузы во первых во вторых вода не очень приятная больше мне нравится знаете либо индийский океан на шри-ланке либо конечно же филиппины вот мне больше зашло конечно индийский океан вот я наверно больше выбираю мальдивы все-таки вариант да здесь много русских женщин девушек парней живу сейчас парнями которые уехали мигрировали из россии в комнате кто-то из беларуси сами знаете связи с чем вот смотрите мариот да красавчик какой выделяется на фоне других каких-то там квадратных треугольных зданий это музыкальный колледж кстати училище или школа не знаю или театральные что-то в этом роде искусство какое-то здесь преподают так вот сюда они приезжают ну реально жить за вниманием девушки женщины я это уже просек давно они любят гостепринство и радушье грузин с открытой душой ай-ай-ай хорошая девушка давай дружить с тобой ну и все в этом роде пожалуйста это их дело я мимо прохожу меня это не интересует особенности какие-то там знаете флиртование или состязания с грузинами ведь они самые герои любовники а я то чё я просто идущих хожу здесь просто вот показываю критикую показываю что пальмы уже давным-давно их чахли посмотрите но это что это такое вот это посмотрите мох это разве нормально они следят за этим да ни хрена не следят они смотрю вот смотришь это просто пальма уже сколько лет здесь стоит вот она заросла просто уже мхом не следят они им пофигу главное что стоит пальма пальма стоит и все бабки капают и это самое главное где раньше я помню плавали лебеди гуси что-то там еще какие-то водоплавающие их теандры лохнежские чудовища шучу впереди вы видите раз-два две волны орби сити третье достраивается 4 еще что рядом первое здание мариот отеля курют ну и собственно что тут еще сама утра дети играют волейбол я смотрел прям на проезжей части где люди должны гулять тут прогуливаться стоят толпа грузинских детей гоняют волейбол но мест нет у них нет места для площадок вот для волейбольных реально потому что на булдыжниках на пляже не поиграешь нормально волейбол вот они выбирают место вот такое здесь где лебеди мата ваха знаете чем не нравится еще в батуми сюда реально можно кого-то привезти но точно какие-то романтические такие знаете недорогие вечера сделать на пару дней например это не про себя говорю ребят это его про вас говорю кому вот например нужно бюджетно где-то отдохнуть там на недельку сгонять с казахстана или россии то это самый такой нормальный вариант кстати сейчас уже стали ходить лайнеры экскурсионные сочи батуми трапзон стамбул и обратно то есть вот сюда он прибыл вчера по моему отплыл уже с батуми красивый такой огромный лайнер не помню как он называется поэтому сейчас уже допустим спокойно россияне могут сюда и воздушным путем долетать до тбилиси и приплывать на пароме так что с этим уже проблем нет